Субтитры создавал DimaTorzok Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Городников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события. Падение на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют планета Х, гораздо крупнее Земли, а значит, ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание там, где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Согласно одной из теорий, Нибиру это планета богов. В древних текстах их еще называли анунаки, то есть сошедшие с небес. Раз в 3600 лет она якобы приближается к Солнечной системе, к Земле. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году темную планету будет видно даже невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года Нибиру пролетит мимо Земли и засияет на нашем небосклоне яркой красной звездой, словно второе Солнце. Кстати, по случайному или совпадению или нет, но именно в этот день заканчивает... Про неї знали еще стародавние шумеры. Про неї знает и НАСА. Да на уроках астрономии вы не слышите про неї ані слова. Когда она уже была тут. Иснувание неведомой планеты забороняют говорить в голос. Нибиру. Лучше запамятать назву этого светила, потому что она приближается. В 1972 году Джозеф Брейдий из Калифорнийского университета пометил, что какая-то знаменитая планета вызывает гравитационное беззладие орбиты кометы Галлея. Розрахунки астронома показали, что она в пять раз массивнейшая за Землю. Та эту информацию быстро прикрыли, пославшись на похибки дослідницкого аппарата. Тривалий час дослідники НАСА замовчували відомості про Нибиру. Всю информацию про ней суворо оберегают и не поддают голосу. Вторение Всесвитнего потопа. Это станется, если Нибиру пройде над одним из полюсов. Кригоро станет, и спасение тонучи – справа рук самих потопельников. Информацию про Нибиру и доси замовчують. Жодної программи, жодного документального фильма. НАСА не публикує результатов своих досліджений. Та зараз молчати уже немає сенсу. И видомості про червону планету всплывают на поверхню. А в травні 2012-го її побачать усі не озброєни моком. У вересні того ж року Нибира буде схожа на друге Солнце, тільки червоного кольору. Та найгірше чекає на нас у грудні 2012-го, коли Нибиру наблизиться до Земли на ризиковану дистанцию. Небесне тело, превышающее размеры Земли в 5 раз, пройдет по орбите в опасной близости от нашей планеты. Сила его притяжения будет настолько мощной, что Земля может поменять наклон. Если это случится, то изменившаяся ось вызовет смену магнитных полюсов. И тогда на планету обрушатся невиданные силы наводнения и извержения вулкана, сметающее все на своем пути смерчи и землетрясений. Это Захария Ситчин, знаменитый американский ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационное заявление. В Солнечной системе вовсе не 9 планет, как считает официальная наука, а 10. По утверждению ученого, кроме всем известных планет, существует еще одна — Нибиру. Она блуждает в космосе по невероятно вытянутой орбите и проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет. В теории Захария Ситчина в научном сообществе отнеслись с недоверием. Астрономы не могли поверить в то, чего не видно в космическом пространстве даже в самые мощные телескопы. Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построения компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 1982 году НАСА допустило существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь два года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров. И ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты, ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в пять раз. Но самое страшное, через три года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают, этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Представители всех военных разведок мира эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти достойных представителей Земли. Спасти всех они не хотят. Продолжение следует...